Добрый вечер! В сетевом бизнесе неизбежно наступает момент, когда ты развиваешь бизнес, когда тебе надо будет проводить какие-то мероприятия. Неизбежно. Если ты строишь бизнес, если ты стремишься к успеху, если ты подписываешь людей, продаёшь продукты, если у тебя появляется клиентская сеть, дистрибьюторы, возникает момент, когда надо организовывать людей, а значит проводить какие-то мероприятия. Если ты начал с нуля, то это на тебе лежит. А если ты пришёл в организацию, которая уже работает, значит ты подключишься к каким-то мероприятиям. Очень важная, серьёзная, большая тема. Она описана многократно в разных учебниках. Мой личный опыт показывает мне и говорит, что, к сожалению, большому сожалению, абсолютное большинство мероприятий неэффективно. Неэффективно оно по многим причинам. Люди, которые их организовывают, они не понимают самого главного. Зачем? У них нет чёткого и ясного представления, зачем проводить данное мероприятие. Ну, презентация, ну, семинар какой-то для гостей совместно с дистрибьюторами, ну, какой-то обучающий тренинг или обучающий какой-то там симпозиум, я не знаю, какая-то любая другая форма, но смысл её состоит в том, что это для обучения партнёров. Короче говоря, каждое мероприятие имеет своё предназначение, свою цель. И выход с этих мероприятий зачастую мизерный, по одной, единственной и самой главной. Конечно, там много других ещё есть причин, но самая главная, вот основная, главная причина – это непонимание, зачем проводится это мероприятие. Вообще я понял, что книгу Наполеона Хилла «Думы и богатей» мало кто читал всерьёз. А если читал, то не понял, а если понял, то не применяет, а если применяет, то неправильно. И вот отсюда все проблемы. А самое главное, главный принцип успеха – это цель, с чего всё начинается, зачем, какая цель, куда прийти, что получить в итоге. Я сейчас что-то буду делать, что я получу. Вот с этого всё начинается. Я видел множество разных мероприятий в разных организациях, в разных компаниях. И многие из них вызывают чувство раздражения и сожаления, понимаете. Потому что собрать народ нынче, в наше время, на приглашать людей, проделать такую колоссальную работу, унижаясь там и упрашивая, и уговаривая. А новички-дистрибьюторы делают эту работу через «не могу» чаще всего. Да и опытные люди тоже с трудом это делают, чтобы много своих гостей было на мероприятии. А потом выходит какой-нибудь твой лидер, который, извиняюсь за выражение, мало что понимает, и мелет там совсем не то, что надо. И в результате разочарованные люди уходят. Я помню, в Киеве было большое мероприятие в одной из компаний. И я пригласил одного парня. Он приехал из Севастополя в Киев на это мероприятие. Я его туда затащил, короче, все. И он сидел где-то, огромный зал, зал Украина. Концертный зал. И он сидел где-то наверху на галерке, и потом я его спрашиваю, не со мной сидел, он там. Потом я его спрашиваю, ну как он? Говорит, я абсолютно ничего не понял. Какие-то идиоты собрались. Ну люди, ладно, ну ваш этот самый выступальщик, он же просто больной человек. Никогда мне больше этого не предлагаю и не рассказываю. Как мне было неприятно и больно за то, что хорошее дело можно исполнять. То есть я хочу вот какую мысль подчеркнуть, что мероприятия все равно придется проводить. Их надо проводить. Они обязательно должны быть в расписании. Есть мероприятия, которые проводятся в недельном расписании. Две презентации, один какой-то тренинг или обучающий какое-то мероприятие для дистрибьюторов. Есть какой-то семинар. Еще что-то. То есть в недельном расписании. Есть мероприятие, которое расписано на месяц. Я работал в компании, где каждый месяц была школа. Школа для продвинутых. И туда приезжали люди для того, чтобы там получить какую-то информацию, обучение, якобы зарядку и так далее. На самом деле это мероприятие имело совершенно точную и четкую цель. Товарооборот. Не попасть туда стыдно. Попасть туда престижно. Не выполнить квалификацию месячную и не приехать на такую школу. Это просто западло, извиняюсь за выражение, для дистрибьютора. И создана такая была атмосфера, что если ты ездишь, то ты успешный. Любой ценой люди делали сумасшедшую квалификацию и приезжали на это мероприятие. Таким образом поддерживался товарооборот. Это была цель. А для того, чтобы эту цель реализовать, уже инструменты соответствующие. Есть месячные мероприятия, которые предназначены для того, чтобы потусоваться, пообучаться, позарядить людей и так далее. Есть месячные мероприятия для того, чтобы в данном регионе усилить бизнес, возбудить его, расширить и привлечь путем привлечения большого количества дистрибьюторов. В конечном итоге надо понимать, что все мероприятия проводятся только для того, чтобы бизнес поднять. Для того, чтобы увеличить товарооборот, подписать больше людей, привлечь больше клиентов. Большим количеством людей дать информацию в таком, в концентрированном виде. Есть мероприятия, которые проводятся раз в квартал. Есть мероприятия, которые проводятся раз в полгода. Есть мероприятия, которые проводятся раз в год. Это уже такие на уровне компании. Все вот, и они обязательно, они нужны. Можно сегодня, может, что я вот сегодня делаю. Большую часть мероприятий можно перенести в интернет. Этим самым решается огромное количество проблем. Билеты, деньги, новички, поездки, гостиницы, сборы, снятие зала, втрата времени на организационные дела. Разгрузка сумасшедшая. Это очень эффективно. Но есть какие-то вещи, какие-то мероприятия, которые нельзя, неправильно их не проводить. Вот что я лично делаю. Я могу сейчас вам показать два подхода, два подхода, кардинально отличающихся друг от друга. Назовем это мероприятие, скажем, ежемесячное мероприятие, собирающее партнеров из разных регионов для того, чтобы их обучить. Приезжают люди в какой-то город, и в этом городе создается определенного рода ажиотаж. В определенных кругах. Дистрибьюторы, живущие в этом городе, а также приезжающие сюда заранее, находят своих знакомых, поднимают свои связи для того, чтобы их пригласить и влить новые силы в ряды бизнеса. Для этого проводятся мероприятия. Заодно возбудить, мотивировать, отметить лучших, обеспечить признание, вручить награды. Классно, хорошее мероприятие. Поучить, показать примеры лучших. Продвинуть промоушен, который действует. Умные люди, наловчившись проводить такие презентации, столько делают денег. А те, кто не умеет или не хочет научиться, делают столько глупостей. Вот как все зависит от того, насколько человек понимает, что он делает. И начинается все со слова «Зачем? Какая цель?» Я помню, поехал на одно мероприятие, в Ставрополь меня пригласили. В качестве свадебного генерала, почетного гостя выступить, там что-то такое. И вот я наблюдал, как бы, со стороны, как организовано мероприятие. Боже мой, собрали много людей с регионов. Весь Северный Кавказ, там все собрали людей. Приехали начальники из центра. И делают абсолютно неправильную вещь. Вот что они делают. Они говорят гостям. Начинается с презентации. И они говорят гостям. Они говорят, вот вы сейчас, друзья мои, услышите информацию о нашей компании, а потом у нас для вас будет важное сообщение. Окей. Думаю, интересно. И вот начинается. Выходит один за другим спикеры. И в течение трех часов мочат этих бедных, несчастных, приглашенных людей, гостей. Они ничего не соображают. Они ничего не понимают. А их грузят деталями бизнеса, которые совершенно им не нужны. Мало этого. Когда вся эта презентация трехчасовая закончилась, и изнуренных, измученных, почти удавленных гостей им объявили, что сейчас будет обеденный перерыв, и останутся одни только дистрибьюторы, партнеры. И для них начнется обучение. Через два часа. Но, учитывая праздник, учитывая то, учитывая сё, мы вам разрешаем, гостям, бесплатно, еще до приобретения дистрибьюторского пакета, приглашаем поучаствовать в этом обучающем мероприятии, чтобы лучше всё понять. А уж завтра, тогда, на следующий день, вы уже придёте в качестве дистрибьюторов. Вот такое гениальное решение. В результате, после обеденного перерыва, если было 100 гостей, то явилось 20. А какой смысл вам приходить? Остальные 80 уже накушались, всё им понятно, собрались дураки. Кто же три часа мочит человека, подписывая его в бизнес? Это же просто иезуитство. И вот они, эти 20 человек пришедшие, рассосались к концу дня, и на следующий день не было ни одного подписанного дистрибьютора. Как вам такая картина? А в моей практике бывали случаи, когда за 2-3 дня мероприятия город начинал просто, зал просто разрывался от желающих попасть на это мероприятие. Потому что есть секреты, есть приёмы, есть наработанная практика, есть понимание, зачем всё это проводится, и тогда ясно, что надо делать. Вот в следующей части, вот я сейчас на этом закончу, а в следующей части, через несколько минут я вам расскажу о том, как надо правильно, эффективно проводить мероприятие, чтобы город, в котором оно проводится, просто вздыбило, чтобы его подняло, и чтобы там работ увеличился, и количество дистрибьюторов выросло, и клиентов добавилось, и чтобы все возбудились, чтобы люди денег заработали, чтобы добавилось энтузиазма, чтобы вдохновение появилось, вера, надежда, чтобы бизнес пошёл. Хотите узнать этот секрет? В следующем ролике. До свидания.